Ребята, всем привет! В этом обзоре хочу рассказать про еще один интересный криптопроект под названием Federal Money. И давайте разберемся, что же это такое. Так вот, Federal Money является первым глобальным центральным банком с участием людей. А также он работает в поддержке логической сети стабильных монет с несколькими рычагами. Что еще тоже имеет значение, что данный проект является открытой финансовой кредитной платформой и она при этом предлагает потребителям какой-то валютный займ в точках продаж. Также еще отмечу, что у них есть валюта со стабильной ценой. Вот, то есть F0 открывает путь к глобальным стабильным монетам, привязанным к фиатным валютам, произвольным активам, а также к корзинам товарам. При этом она остается полностью децентрализованной. Также у них есть материальный стимул, то есть протокол позволяет пользователям использовать лучшие в отрасли процентные ставки для кредитования и заимствования. Также экономика токенов тоже тут важна, то есть федеральный протокол предусматривает решение как проблемы нестабильности, так и проблемы стимулирования усыновления. Вот, и они представляют федерал протокол, то есть это открытая финансовая кредитная платформа для торговых точек и также для продавцов. То есть любой человек может ее вполне себе спокойно использовать. Также что у них есть еще? Это крипто кредитование и заимствование, которое сейчас является очень простым. Вот, и как раз таки федерал мани позволяет пользователям входить в традиционные кредитные линии и при этом использовать все особенности именно криптовалюты и блокчейна для подобных как раз таки операций. А также у них есть многорычарный механизм стабилизации, вот, что тоже немаловажно. И эластичный финансовый стек, в который входит несколько компонентов, в частности это ликвидность, это кредитование, это совместимость, это сделка и F-Zero Federal. Вот, что тоже имеет большое значение. Также у них есть стек федерального протокола, то есть слой деления, это крипто кредитование и заимствование, также слой F-Zero и есть также еще и базовый блокчейн в действительности. То есть это такая вот небольшая пирамидка, в которой каждая составляющая, конечно же, важна и имеет большое значение. Вот, и, собственно говоря, чтобы пользоваться данным проектом, нужно, да, давайте вернусь еще раз на эту, да, страницу, нужно купить криптовалюту, нужно сделать займ и, собственно говоря, на этом уже зарабатывать. Также можно связаться с данным проектом через их соцсети, ну, у них есть много соцсетей, в частности, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube канал, Medium. Вот, советую, конечно же, это тоже изучить. Вот, допустим, видим, что в Twitter у них больше 10 тысяч подписчиков, что, конечно же, очень-очень неплохо. Последние новости тоже, конечно же, здесь публикуются, можно с ними ознакомиться будет. Да, ну и также советую еще изучить их Light Paper. Light Paper довольно объемный, здесь 46 страниц, но, опять же, таки, не обязательно изучать все страницы подробно, но, по крайней мере, ознакомиться с главными составляющими данного проекта. Я думаю, что это, конечно же, важно. То есть, для всех, кто заинтересовался в проекте, это будет очень-очень неплохим решением. Ну что ж, всем тогда спасибо за то, что посмотрели мой обзор на Federal Money. Надеюсь, что вам он понравился. И до встречи в новых видеороликах. Продолжение следует...